Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором развиваем инвесторское мышление, говорим о создании, сохранении, приумножении капитала в эти непростые времена. И сейчас я хотел бы остановиться именно на второй части, не столько про инвесторское мышление, сколько на том, каким образом сейчас сохранять, приумножать капитал, можно ли заработать миллионный капитал сейчас в России. И если это можно сделать, то на какие инструменты обратить особое внимание, может быть есть какие-то простые инструменты, к которым можно присоединиться. Если хотите знать мое мнение по этому вопросу, обязательно досмотрите данное видео до конца, я вам покажу, что происходит на самом деле, какие по факту есть альтернативы, где заложены наибольшие риски, что для вас имеет смысл рассмотреть в качестве объекта для инвестиций, чтобы сохранить и приумножить деньги в эти очень непростые времена. Что поспособствовало тому, что я записываю данное видео, у нас есть интересные цифры статистики Московской биржи, Центрального банка, что у нас сокращается количество индивидуальных инвестиционных счетов, что у нас уменьшается размер индивидуальных инвестиционных счетов, как за счет того, что и активы упали в цене, так и за счет того, что люди выводят денежные средства, потому что они боятся. То есть иностранные ценные бумаги заблокированы, мосты между депозитариями разорваны, санкции наложены, валюту хранить невозможно. В текущий момент у людей полная апатия, даже если вспомнить кризис 2020 года, когда рынки падали очень сильно на пандемийной волне, то то, что происходит сейчас, в первую очередь это касается людей, живущих на территории России, некая такая апатия. Все плохо, санкции, и казалось бы, что сейчас уже не заработаешь тех денег, о которых можно было говорить в предыдущие годы, и самое главное, у нас большой приток был инвесторов на фондовый рынок, в период, когда рынки росли очень активно, и они столкнулись с бешенными потерями. Вот в этом видео о кругах ада начинающего инвестора я говорил, каким образом люди теряют деньги, если вы действительно столкнулись с тем, что вы потеряли свой капитал, работая на рынке ценных бумаг, посмотрите это видео еще раз и найдите, где в этом кругу оказались вы, то ли это был заемный капитал, то ли это была жадность. Очень много людей попали в феврале-марте месяце, которые рассчитывали на высокую дивидендную доходность и заходили в инструменты с плечами. То есть сейчас не про потери. Давайте вот потери мы компенсируем. Почему для меня важно в данном видео говорить не столько о потерях, сколько все-таки о том, возможно ли зарабатывать. Потому что сейчас очень тонкая грань получается. Потому что очень много людей, вот у Роберта Киосаки, у него есть в книжке «Богатый папа, бедный папа» такая хорошая фраза, которую я часто люблю повторять. Его «Богатый папа» говорил следующую фразу. «Твой отец, родной отец, играет, чтобы не проиграть. Я богатый папа, я играю, чтобы выиграть». То есть казалось бы об одном и том же. То есть если идет игра, можно играть, чтобы не проиграть, а можно играть, чтобы выиграть. Но посылы разные, цели разные, фокус внимания идет на совершенно другие вещи. И то, что я вижу сейчас, и это нормально, абсолютное большинство людей сейчас играют, чтобы не проиграть. Очень много вопросов по поводу доллара. Очень много вопросов по поводу недвижимости. Очень мало вопросов по поводу акций. Но когда я начинаю анализировать, а что такое доллары, ну то есть вглубь вопросы проникать, начинаешь глубже с человеком общаться, то есть для чего он инвестирует в доллар? Чтобы сохранить покупательскую способность рубля. Потому что доллар сам по себе, он ценности не создает. Для чего человек покупает недвижимость и интересуется недвижимостью? Чтобы сохранить покупательскую способность рубля. Сохранить покупательскую способность. Вопрос безопасности и защищенности. То есть это игра от обороны. Я играю, чтобы не проиграть. Но при этом, допустим, я стараюсь смотреть, а что, какие есть возможности в настоящий момент, которыми можно непосредственно воспользоваться. Перейдем непосредственно к тому, каким образом можно создавать капитал в настоящий момент. Всем известно набившая оскомину фразу Ворона Баффета, что продавать нужно, когда везде царит эйфория, покупать нужно, когда везде идет пессимизм. Если сейчас оценивать текущую ситуацию, это не страх, я еще не вижу льющихся рек крови, но я вижу, что желающих покупать сейчас нет. Я предлагаю вам сделать некое такое упражнение. Вы можете поставить данное видео на паузу сейчас и для себя сделать упражнение. Напишите прям столбиком для себя, какие в принципе вы активы рассматриваете к покупке. Это может быть недвижимость, это может быть золото, это может быть валюта, это может быть акции российских компаний, это могут быть акции иностранных компаний. То есть просто для себя самостоятельно выпишите сначала просто, куда вы готовы были бы инвестировать, что вам понятно, что вы знаете, как купить, и у вас для этого есть инфраструктура. То есть сначала что вы хотите купить, после в столбце напишите, есть ли у вас инфраструктура для того, чтобы это купить, и сколько требуется минимальная сумма, чтобы это непосредственно купить. Третий столбец нужно привести по принципу, сколько сейчас здесь покупателей, или сколько здесь сейчас желающих купить. То есть сколько желающих купить недвижимость. Проведите опрос с 10 самыми близкими людьми. Ребят, вы в этом случае сами будете развиваться, и некое внешнее суждение получите, отлично, допустим, от моего. То есть вы просто можете взять свое окружение, 10 человек самых близких, и скажите, ты хочешь купить сейчас квартиру? И при каких условиях? Ну условно, если ставка по ипотеке будет снижена до 4%, он купит твою ипотеку. И вот сделайте опрос по 10 людям, и в этом случае для вас будет формироваться картинка, что нужно сделать, нужно сделать с точностью да наоборот. То есть если вы видите, что абсолютное большинство хочет покупать недвижимость, потому что они понимают, что это защита, что ставка по ипотеке будет снижена, что государство нас поддерживает льготное кредитование, что президент России сказал, что давайте поддержим строителей и снизим еще сильнее ставку льготного кредитования. То есть вы должны понимать, что туда ринется спрос. То есть там будет большое число покупателей. Если будет большое число покупателей, это в конечном счете, что когда мы говорим про недвижимость, девелоперы, продавцы, они мгновенно реагируют на растущий спрос. Любая причина, любое снижение процентной ставки приведет к тому, что вы на этом не заработаете. Вы на этом заработаете только в том случае, если у вас этот актив уже есть в инвестиционном портфеле. То есть бежать нужно не тогда, куда бежит вся толпа, а в момент, когда толпа прибежала, а вы стоите, у вас есть недвижимость на продаже. Посмотрите, сколько людей готовы сейчас покупать акции российских компаний. Ну просто из этих 10 человек кто готов покупать? У нас остается обезличенные металлические счета, у нас остается физическая инвестиция в золото, у нас остаются облигации, у нас остаются банковские депозиты, у нас остаются акции. Причем вот этот весь инструментарий, который я сейчас обозначил, который остается, помимо всего прочего, на уровне инфраструктуры работы с иностранными брокерами. Когда мы говорим о работе глобально с глобальными брокерами, я не знаю, с интерактив брокер, с эксанта, санкционное давление, которое мы наблюдаем в настоящий момент, внутри себя концентрирует массу инфраструктурных рисков, на которые я повлиять не могу. И поэтому получается, можно ли сейчас вывести в иностранный брокер? Да, можно. Можно ли сейчас инвестировать глобально? В принципе, да, можно. С какими-то там сложностями, но тем не менее, можно, если поставить себе цель. Принимаю ли я для себя риски инвестировать там через глобальных брокеров? Я для себя не принимаю. Кто-то принимает и считает, что это нормально. Я для себя не принимаю. Плюс, опять-таки, для того, чтобы работать с иностранными брокерами, средний чек. Ну, то есть, для них интересны клиенты хотя бы от 10 тысяч долларов. И здесь получается, что, первое, я зажимаюсь размером капитала. То есть, мои возможности, они сжимаются операционным капиталом, которым я располагаю. Недвижимость – это дорого. Глобальный рынок – это не так дешево, как, допустим, российский рынок. Плюс есть инфраструктурные риски. Причем, и не знаешь, откуда они могут прилететь. С той стороны или наши что-нибудь придумают. Поэтому ты вот этим, так как этим не управляешь, то, соответственно, я не принимаю для себя. И что у нас получается? Драгоценные металлы, облигации, акции российских компаний. Еще сузили. Тогда получается сужение такое, да, то акции, облигации, драгоценные металлы. Когда говорим, давайте вот теперь разберем в отдельности каждый из этих элементов. Мы про заработать. Чтобы заработать, нужно выполнить две задачи. Первая – защитить от инфляции. То есть, чтобы доходность данного инструмента перекрыла инфляцию. Раз. Второе – чтобы помимо инфляции был еще какой-то дополнительный доход. Это два. Что понимаем в этом случае? Первое. Возьмем, да, что у нас остается? У нас остаются банковские депозиты. Первый, да, то есть самый понятный, самый доступный инструмент. Что здесь нужно понимать и стратегия на следующие полтора-два года? Банки в настоящий момент прекрасно понимают и осознают, именно коммерческие банки, понимают и осознают, что центральный банк будет снижать процентную ставку. Почему центральный банк будет снижать процентную ставку? Потому что у нас инфляционные ожидания будут замедляться. То есть, если посмотреть сейчас, в настоящий момент, ставку по банковскому депозиту, ставка по депозиту годовому будет ниже ставки рефинансирования центрального банка. И эта тенденция будет на следующие полтора-два года. Что мы в этом случае должны для себя понимать? Во-первых, то, что ставка центрального банка сейчас ниже реальной инфляции, это раз. Что она будет снижаться, это два. Что на горизонте в полтора-два года средства, размещенные на банковском депозите, не выполнят функцию защиты от инфляции. Точка. Что у нас остается? У нас остаются облигации, у нас остаются акции. Облигации, доходность сопоставима с банковским депозитом, но преимущество облигации заключается в том, что если центральный банк снижает процентную ставку, доходность облигации тоже снижается, значит она растет в цене. И поэтому имеет смысл как минимум обратить внимание для консервативных инвесторов на облигации российских компаний. Если вы не профессиональный инвестор, используйте биржевые и паевые инвестиционные фонды для начинающих инвесторов, которые не понимают, не разбираются. Здесь ключевым моментом является сокращение издержек. То есть это не классические ПИФы, а биржевые и паевые инвестиционные фонды, в которых издержки на управление фондом не превышают 1%. Во-первых, сузили инструменты, которые нам доступны, отбраковали депозиты только краткосрочные, оставили облигации, но нужно понимать, что облигации в лучшем случае они выполнят функцию сохранения, они не выполнят функцию преумножения, потому что облигации не создают прибавочной стоимости. И третье, что остается, где сейчас практически нет людей, все считают, что российские компании плохие, на них наложили санкции, что они загнутся, что они существовать и выживать не смогут, что дивидендов они никаких не заплатят. Посмотрите, столько событий, да, то есть российский рынок никого не любит, и еще мало того, до моклового мечом над всем этим хозяйством висит то, что нерезидентов могут выпустить, да, то есть если нерезиденты выйдут, то цена акций может еще сильнее упасть. Но посмотрите сроки окупаемости на российских компаниях в настоящий момент. И это не призываю еще раз, друзья. В данном случае мое видео посвящено логическим рассуждениям, как выиграть в текущей ситуации. Мы просто отбраковываем все, что не подходит. Сначала мы отбраковали по размеру капитала. Второе мы отбраковали по уровню инфраструктуры и доступности. Третье мы, соответственно, отбраковали по уровню сохранения покупательской способности по отношению к инфляции. Ну и четвертое мы, соответственно, приходим к тому, а где же в принципе, где сейчас концентрировано количество нытиков, количество негатива и количество людей, которые сказали, ну все это токсичные отходы, я с этим связываться никогда не буду. Эта концентрация происходит в акциях. Что здесь важно? Здесь важен опять-таки вопрос оценки. Почему я про это говорю и почему я на этом концентрируюсь, хотя кто-то бросит в меня камень, скажет, что самое правильное это индексное инвестирование. Ребят, индексное инвестирование показало, что это такое. Я не против индексного инвестирования. Я говорю, что если мы говорим про российские компании, нужно не весь индекс покупать. Я бы очень критически отнесся сейчас к покупке акций Аэрофлота. Да, у него такая ситуация, его никто не любит. Самолеты занимаются каннибализмом, да, ограничены поставки современной авиатехники в Россию. Ну, так себе перспектива на ближайшие полтора-два года, допустим, становиться акционером Аэрофлота. Но если я смотрю на акции Новотека или Газпрома, то я считаю, это очень хорошая история, чтобы включать в инвестиционный портфель. Ключевым моментом является то, что покупать, за кем следовать. Если вы хотите сейчас, в настоящий момент, иметь уверенность, если вы понимаете, что действительно возможностей не так много, но при этом вы хотите следовать за, лично за мною, за моими портфелями, которые я создаю лично для своих детей, несмотря ни на что, которые показывают потрясающую доходность в настоящий момент. Спокойно переживаем этот кризис, продолжаем инвестировать. В ближайшее время планируется достаточно большая покупка, то есть на 1100 долларов. Я собираюсь купить акции российских компаний и использовать это окно возможностей. То будет ссылка внизу, вы можете присоединиться к проекту «Миллион долларов за 8 долларов в день», в котором вы получаете сразу несколько бенефитов. Я сам отбираю те компании, которые могут показать положительную доходность, как минимум заработать, сохранить деньги, приумножить их в долгосрочном периоде за счет денежного потока и создать каждому из моих детей капитал в миллион долларов, вы можете к этому присоединиться. Соблюдение всего лишь трех условий. Первое. Вы принимаете, что мы работаем в длинную и в долгую, длинный промежуток инвестиций. Это как минимум 10-15 лет. Второе. Мы совпадаем с вами по возможности. У вас действительно есть возможность, и вас это не напрягает по 100 долларов в месяц направлять на инвестиции. Третье. Мы совпадаем с вами по целям. Вы действительно точно так же, как и я, хотите к совершеннолетию своих детей сформировать капитал или для себя, или для своего ребенка в миллион долларов. Если вы ответили «да» на все эти три вопроса, я могу сделать для вас суперпредложение. Это снизить стоимость на свои услуги в 100 раз. Вместо полутора миллионов рублей, 15 тысяч рублей в год. Как вам такое предложение? Если вы голосуете за это, ссылка внизу. Проходите. Описание проекта присутствует. Присоединяйтесь. Я буду рад формировать капитал не только для своих детей, но и для вас лично. У меня же сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего. Пока-пока.